Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Страдания святых сорока мучеников Севастийских В царствование нечестивого императора Ликиния было воздвигнуто жестокое гонение на христиан, и все верные принуждаемы были приносить жертвы идолам. В армянском городе Севастии воинским начальником тогда был Агриколай, человек свирепого нрава и ревностный поборник идолослужения. И так как в это время и в рядах императорских полков уже было немало христиан, то издано было повеление, чтобы и они приносили жертвы бесам. В полку воеводы Агриколая находились воины числом сорок из Каппадокийской области, которые составляли особенно почетную дружину, благочестно веровавшую во Христа Бога и отличавшуюся непоколебимым мужеством, всегда непобедимую в делах ратных. Были между ними Кирион, Кандид и Домн, сведущие и в Божественном Писании. Когда стало известно воеводе Агриколаю, что воины этой дружины – суть христиане, он решился принудить их к идолопоклонению. Призвав их к себе, воевода обратился к ним с такой речью. Как в сражениях с неприятелями вы всегда были между собою согласны и единодушны, и проявляли храбрость, так и ныне с таким же единомыслием «Покажите единодушно повиновение царскому указу, принесите по доброй воле жертву богам, чтобы не подвергнуться вам мучениям». На это святые дерзновенно отвечали. «Если мы, сражаясь мужественно за царя земного, всегда оставались победителями, как ты, окаянный, сам свидетельствуешь, то не тем ли паче, подвязаясь за царя бессмертного, мы одолеем твою злобу и победим твое лукавство». А Греколай сказал, «Одно из двух предстоит вам или принести жертвы богам и удостоиться больших почестей, или же, в случае непокорности, лишиться воинского звания и подвергнуться бесчестию. Размыслите об этом и изберите для себя, что найдете полезнее». «Что полезно нам, — сказали воины, — о том печется Господь». «Не рассуждайте много, — проговорил воевода, — и оставьте свое лжесловесие, а наутро будьте готовы принести жертвы богам». И сказавший это, А Греколай велел заключить их в темницу. Введенные туда святые воины, молитвенно преклонивши колено, воззвали к Господу. «Изми нас, Господи, от искушений и от соблазнов людей беззаконных». Вечером же они начали петь псалом. «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворица». В полунощи же святые воины услышали голос явившегося им Господа. «Добрый есть начаток изволения Вашего, но претерпевый до конца, той спасен будет». Этот голос Господа все они слышали и были объяты ужасом, но страх их растворялся неземною радостью, и не спали они до утра. Наутро Агреколай, собрав к себе своих друзей и советников, приказал привезти из темницы святую сорокочисленную дружину воинов и обратился к ним с такою коварной речью. «Что скажу вам, то скажу не льстиво и не ложно, но по самой истине. Много воинов у нашего царя, но все они не могут равняться с вами ни мудростью, ни мужеством, ни красотою, и моим расположением не пользуются они столько, сколько вы. Так не делайте же того, чтобы моя любовь к вам превратилась в ненависть, в ваших руках, и от вас же зависит или сохранить мою любовь к вам, или навлечь на себя мою ненависть». Святый Кандид сказал, «Так как любовь твоя или ненависть к нам зависит, как ты сам говоришь, от нас, то мы избираем ненависть, ибо и мы тебя ненавидим, и только у Бога нашего милости и ищем. Ты же, свирепый и жестокий человек и враг Бога нашего, не люби нас, будучи беззаконен и завистлив, тьмою заблуждения, объятый и звериным нравом, оправдывающий свое лютое имя». Воевода, скрежеща зубами, как лев, приказал наложить оковы на святых воинов и заключить их в темницу. Но святой Кирион сказал ему, «Ты не имеешь от царя власти мучить нас, а можешь только допрашивать нас». Испугавшись такого воразумления, сделанного святым воином, Агреколай приказал без грубых насилий отвезти их и посадить в темницу и не налагать на них оков. Только темничному стражу велел он стеречь их крепко. В то время воевода ожидал прибытия Лисия, князя, имевшего большие полномочия. Прибывая в темнице, святые воины дни и ночи проводили в молитве и пении псалмов и слушании наставлений святого Кириона. «По устроению Божию», — говорил он, «мы, братья, сдружились во временной и суетной военной службе, но постараемся не разлучаться и вовеки, как доселе жили мы единодушно и единомысленно, так и подвиг мученичества совершим нераздельно. Как угодно мы были Царю Смертному, так постараемся быть достолюбезны и бессмертному Царю, Христу Богу». По прошествии семи дней, которые святые воины содержались в темнице, прибыл в ту страну Лисий, князь, и по прибытии в Севастию немедленно обратил внимание на доблестных воинов. На другой же день, явившись вместе с воеводой Агриколаем на судилище, он приказал привезти святую четыредесятицу воинов на истязание. На пути к этому неправедному судилищу блаженный Кирион так увещевал своих содружинников. Не убоимся, братья, разве не помогал нам Бог в сражениях, когда мы призывали его и одолевали врагов наших? Вспомните, как однажды случилось нам участвовать в великой брани, когда все соратники полков наших предали сбегству, и среди врагов остались только мы одни сорок. Вознесли мы тогда к Богу слезную молитву, и Его помощью одних побили, других раненых прогнали, и при всем множестве противников, и при всей жестокости сражения, ни один из нас не был ранен. Ныне же три врага ополчились на нас, Сатана, Лисий и Агриколай Воевода, а лучше сказать, один враг воздвигает на нас брань. Враг невидимый, и уже ли он победит нашу сорокочисленную дружину? Да не будет всего. Нам нужно и теперь поступить так же, как поступали мы всегда. Обратимся с теплой молитвой к Богу, и Он поможет нам. И нам не причинят вреда ни узы, ни муки. У нас было всегда правилом, вступая в сражение, петь псалом, Боже, во имя Твое спасимя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Сотворим же, братья-соратники, тоже и ныне, и Бог услышит нас и поможет нам. И пели святые воины псалом этот во весь путь, от темницы до места судилища. На такое зрелище собрался народ всего города. Предстала сорокочисленная дружина на суд пред Лисием и Агриколаем. Лисий, князь, взглянув на святых воинов, сказал, думаю, что эти мужи желают и заслуживают высших чинов. Потом обратился к ним с такой речью, и почести, и дары больше других вы получите от меня, только покоритесь царскому повеленью, принесите жертвы богам. Предоставляется вам свободно избрать одно из двух, или поклониться богам и удостоиться больших наград и почестей, или же в случае отказа вашего исполнить, то тотчас лишиться воинского звания и подвергнуться мучениям. На это святой кандид ответил, возьми от нас не только воинское звание, но и самые тела наши, ибо для нас нет ничего дороже и ничего почетнее Христа Бога нашего. Тогда надменный князь велел бить святых камнями по устам. Слуги взялись за камни, но когда стали бросать их, то удары наносили не святым, а взаимно себе самим друг друга поражали. Видя это, святые мученики еще более укреплялись в дерзновении о Господе. Раздраженный князь Лисий сам схватил камень и бросил в одного из святых, но камень этот ударил в лицо Агриколая и сокрушил ему уста. Воевода же с сокрушенными устами произнес, клянусь богами, им помогает какая-то волшебная сила. Святой дом на это ответил. Ты, Агриколай, голова злобы дьявола, а князь, который с тобою, хвост его ярости, оба живы слуги сатаны. Но если вы еще не уверились в присущей нам силе Божией по началу мучений, которым подвергли нас, то начните другие мучения. И повелел князь Лисий опять отвезти святых ротоборцев в темницу, чтобы подумать о том, как поступить с ними. Заключенные в темнице святые воины занялись псалмопением. В шестом часу ночи они услышали голос явившегося Господа. веруя в мя ащи умрет оживет. Дерзайте и не бойтесь мук маловременных, вскоре бы прийдут, мало потерпите, законно постраждите, да венцы приимите. Укрепленные таковым утешением от Христа Бога, святые воины проводили ту ночь веселя с духом. На следующий день святые ротоборцы опять приведены были к нечестивым судьям и снова не колеблясь объявили «Делайте с нами что хотите, мы христиане и поклониться идолам не согласны». Мучители приказали связать четыридесятицу святых воинов и влечь их к многоводному озеру, которое находилось близ города Севастии. Была же тогда зима и дул сильный ветер, время клонилось уже к вечеру. святые воины обнаженные поставлены были среди озера на всю ночь, а для наблюдения за ними приставлена была стража с начальником темницы во главе. Для обольщения же святых ротоборцев была устроена близ озера теплая баня, манившая к себе осужденных терпеть лютый холод и обещавшая скорую помощь тому из сорокочисленной дружины, кто, изнемогая от мороза, склонился бы к идолослужению и пожелал бы, выбежав из воды, согреться. в первом часу ночи, когда холод достигал крайней лютости, так что тела святых леденели, один из числа четыридесятицы не выдержал подвига и, отделясь от лика святых, побежал в баню, но едва он вступил на порог бани, едва ощутил теплоту, как растаял и пал мертвый. При виде такого постыдного бегства святые воины единодушного запили к Богу. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое, Ты, которого хвалит вся тварь, которого прославляют великие рыбы и все бездны, огонь и град снег и туман и бурный ветер, и который ходил по морю как по суху, и свирепые волны укротил мановением руки, Ты, Господи, и ныне тот же, услыши и нас, да не погубит нас пучина водная, и да не поглотит глубина, ибо обнищали мы весьма. Помоги нам, Боже, Спасителю наш, ибо вот мы стоим в воде, и ноги наши обогрились в крови нашей, на тебя мы уповаем, и да не постыдимся, но да разумеют все, что мы к тебе возвав, спаслись. В третий час ночи святых мучеников облистал свет, как бы летнего солнца во время жатвы, который рассеял холод, растопил лед и согрел воду. Между тем воины, которым поручен был надзор за святыми, объяты были сном, и не спал только один страж темничный. Он, слыша, что мученики молятся Богу, размышлял, что такое означает, что прибегший к бане тотчас, как воск, растаял от тепла, а прочие и при столь большом морозе остаются живы и невредимы. Пораженный же светом, озарившим святых мучеников, и желая рассмотреть, откуда исходит этот чудный свет, он взглянул вверх и увидел пресветлые венцы числом тридцать девять, сходящие на главы святых. Размышляя же о том, почему нет сорокового венца по числу преданных страданию сорока человек, уразумел он, что бежавший в баню отвержен от лика святых и потому не достает сорокового венца. Немедленно разбудил он спавших воинов, сбросил с себя одежды и ногой, на глазах всех, побежал в озеро восклицая, и я христианин. И стало таким образом опять совершенное число святых мучеников сорок. место отпадшего заступил темничный страж, который стал святым восполнением четвертой десятирицы. Имя его было Аглаий. Настало утро. Нечестивые мучители пришли к озеру и, увидев святых мучеников, стоявших в воде живыми и не пострадавшими от зимней стужи, удивились, но объясняли это чудное явление волшебной хитростью страстотерпцев. Их удивление еще более возросло, когда они увидели среди мучеников стоящего темничного стража. Допросили они воинов, приставленных для надзора, почему и как это произошло. Воины на это ответили. Мы ночью крепко уснули, а он, темничный страж, всю ночь не спал и вдруг разбудил нас. Проснувшись же, мы увидели большой свет, озаривший стоявших в воде, а этот быстро снял с себя одежды и, бросив их, стремительно вошел в воду и присоединился к стоявшим там, громко заявляя «И я христианин». Яростью распалились тогда сердца мучителей. Приказав вытащить на берег связанных святых и оттуда везти их на мучилище в город, судьи приговорили подвергнуть святых мучеников новому истязанию, перебить им голени молотами. Все они предали души свои Богу, и только один, утешаемый матерью Мелитон, оставался жив, едва дыша. После того мучители приказали своим слугам возложить тела умерших святых на колесницы и вести на сожжение, оставив одного юного Мелитона в надежде, что он будет жив. Но благочестивая мать, видя оставленным на месте мучения одного своего сына, отринув свойственную ей женскую слабость, взяла на свои плеча сына и безбоязненно последовала за колесницами. Когда же мученик несомый матерью испустил дух свой, радуясь о Господе, то ее же материнскими руками тело его возвержено было на колесницу к телам его сподвижников. Когда тела святых мучеников привезены были на место сожжения близо реки, воины по распоряжению нечестивых судей, собрав много дров и хвороста, приготовили весьма большой костер и, возложив на него тела святых, подожгли его. Костер сгорел, остались только кости мучеников, но злоба мучителей не успокоилась, и ввержены были останки святых мощей в реку на всеконечное погубление памяти доблестных страстотерпцев. Но Господь, хранящий все кости угодников своих, не попустил ни одной частицы их погибнуть в воде, но все они сохранились в целости. По прошествии трех дней святые мученики явились епископу города Севастии, Блаженному Петру и сказали ему «Приди ночью и изнеси нас из реки». Блаженный епископ пригласил благоговейных мужей из своего клира и в темную ночь пошел с ними на берег реки. И вот взором их представилось дивное зрелище. Кости святых сияли в воде как звезды, светлы были и те места в реке, где лежали и малейшие частицы их. Так пострадавшие за Христа и от Него увенчанные, как светило, сияют в мире. Они веровали в Бога, Христа исповедали, Духу Святому не противоборствовали и от Святой Животворящей Троицы прославились, оставив воспоминания о своем подвиге для назидания его спасения всем верующим в Отца и Сына и Святаго Духа. Имена святых сорокамучеников таковы Кирион, Кандит, Дом, Исихий, Ираклий, Сморакт, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илеанн, Сисиний, Агий, Аэти, Флавий, Акакий, Эгдикий, Лисимах, Александр, Илий, Гаргоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Балерий, Филактимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий. Молитвами сорока мучеников севастийских, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. 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 Продолжение следует...